Берлин Берлин сдался Центр города возле Рейхстага, Бранденбургских ворот и имперской канцелярии густо застроен крутыми баррикадами Баррикады в три-четыре человеческих роста с обшивкой из толстых железных балок и внутренностью из кирпича и булыжника Глядишь и думаешь, какая непроглядно тупая злоба выстроила эти громады длинные, жесткие, щетинистые И какой светозарный труд победил и разрушил их В проход и баррикад непрерывной цепью по обломкам кирпича и черепицы идут М-ки, повозки, грузовики, орудия Иногда движение останавливается и ведут пленных У баррикады небольшой красный щит и на нем серебристыми буквами выведено «Да здравствует первая мая!» Возле щита в традиционно казачьей позе, фуражка на затылок, руки в бока, стоит донской казак Покачиваясь от удовольствия, он безмолвно смотрит на пленных И глаза его под пушистыми выгоревшими бровями лукаво горят Он стоит, прислонившись к баррикаде, улыбается И все люди, облепившие танки и орудия, улыбаются, глядя на него В этот день черты лиц от пепла и порохового дыма, а чувства победы кажутся очень крупными, выразительными, а улыбки и того более Площадь неподалеку от Унтерден Линден Надписей нет, немцы поснимали название улицы площадей А прохожие, кого не спросишь, все из другого района, ничего не знают, путают, толкутся И освобожденные, освобожденные, уходящие из города Опять флаги наций, голоса французов, американцев, англичан, бельгийцев, голландцев, русских, поляков Ведут пленных, впереди генерал У него отвислое лицо, словно мешок, из которого выспали муку Он тускло смотрит на эту силу, разглядывающий его с баррикад и развалин с орудий и танков У баррикады стоят, обнявшись двое, старшина и красноармейцы Они жарко дышат, шинели их распахнуты Они стоят, обнявшись, улыбаются во все лицо Глаза невинны и ласково пылают Старшина Корольков, мужчина средних лет До войны работал на шарикоподшипнике слесарем Он коренной москвич Красноармеец Курбанов из Казахстана Колхозник, молод, ему недавно исполнилось девятнадцать Ростом он ниже старшины, но по плечи си Матово-черные глаза его горят чарующим блеском Блеском восторга, который трудно передать Но который охватывает вас сразу, как только вы посмотрите ему в лицо Повторяет он протяжно и как бы лениво одно слово Видишь? Но сколько глубокого и искреннего смысла в этом слове Кажется, что кроме этого слова никаких других и не нужно Мы их и брали, говорит старшина Он, видишь, сидел со своим штабом в подвале и пожелал сдаться Ну, сдаешься, хорошо Наш командир, капитан Ужьярый, он противник фашизма, принимает Ну, сдаются, выходят из подвала, впереди начальник штаба А там вылазит генерал И за ним два халуя, шесть желтых чемоданов с барахлом несут Ну, наш командир задрожал Бить их нельзя Что делать? Он зашатался и от злости чуть не в обморок Пришлось даже успокаивать А он сожженного роста и в плечах полтора метра Накрапывает мелкий дождь Холодно Солдаты не спали всю ночь Ночь была тяжела, так как враг сопротивлялся яростно Солдатам бы отдохнуть, но они не уходят Излитка вздрагивая от налетевшего ветра Стоят они и смотрят на Берлинскую площадь Одна колонна пленных прошла И несколько автоматчиков вывели другую, нескончаемую Разбойники и есть разбойники, говорит старшина Я к пленным отношусь спокойно, а все-таки они разбойники Сколько безвинной крови пролили Улицы чрезвычайно плотно забиты немецкой техникой Точно на выставку Развести рук нельзя Непременно наткнешься на какую-нибудь машину Тут и унылые танки И словно свирепым ураганом разметанные бронетранспортеры И грузовые машины, из которых сыплется немецкое обмундирование И никому нет до него дела И много разбитых, изрешеченных пулями легковых машин Сквозь дым пожарища пробивается солнце Сквозь дворы и развалины видна колоннада имперской канцелярии А дымопожарищ весенний свет приобрел жемчужный перловый блеск Блеск этот ложится на ковры, разбросанные по двору имперской канцелярии На какой-то блестящий желтый рояль У лестницы возле дверей волновалась толпа пленных Что-то сирело внутри нее Комендант имперской канцелярии, худой с мягким утомленным лицом Показывал знаками, чтоб это серое немедленно вносили в дом Кинооператоры, закидывая руки через головы солдат, крутили ручки аппаратов На сером одеяле, поддерживаемом солдатами, лежал труп Гитлера Его внесли в дом и, спустившись по нескольким ступенькам, положили на пол и прикрыли вторым одеялом Комендант стал выпроваживать всех из комнаты, но тут принесли еще один труп Гитлера, поменьше ростом Затем появился третий, но тут пришел генерал, с ним двое штатских в мягких шляпах Они приказали раскрыть одеяло, посмотрели на трупы и генерал деловым тоном спросил Сколько сегодня обнаружено Гитлеров? Пока четыре, товарищ генерал, сказал комендант Полагаем, к обеду до десятка будет А их у него, двойников, было одиннадцать, сказал генерал Против стола корреспондентов еще два ряда столов И в третьем ряду у трех стульев будет подписывать акт капитуляции германское главнокомандование На столах, покрытых зеленоватым солдатским сукном, аккуратно разложены листки чистой бумаги и карандаши Между столов суетятся фотокоры, кинооператоры, иностранные корреспонденты И все улыбаются К потолку через открытые окна летят мухи, но потолок так высок, что до него мухи не долететь, как до неба На столе президиума, замыкающего собой три ряда столов, тоже солдатское сукно Но три больших черных чернильных прибора, графины с водой А к столу тесно придвинуты и наклонены зеленые кожаные кресла Крутится неподалеку от стола круглый аппарат звукозаписи И рядом с этим громоздким аппаратом дверь заклеена синей бумагой Во время боев ее выбили прикладом и не успели отремонтировать Давно помер дневной свет В окне открылась небесная сфера, такая многозначительная и в то же время простая Приближается полночь Чувства напряжены, сидеть без дела невозможно, говор рос Но вдруг прекратился и послышался голос члена военного совета фронта Сейчас мы выйдем все из зала А затем порядок вхождения будет таков Сначала маршал, затем союзники, затем корреспонденты, а после всех остальные В узкой комнате, тянувшейся вдоль зала перед закрытыми дверьми, опять шумно заговорили Но вот двери распахнулись Зал наполнился таким мощным светом юпитеров и других осветительных приборов, что туда как-то неловко было входить Раступились с уважением, замолчали И с почтением смотрели на маршала Жукова Когда он, не глядя по сторонам, пересек неслышно по коврам узкую комнату И вступил в пустынный зал, залитый необыкновенным светом И шаги его гулко отозвались в зале Но он шел уверенно, точно уже много раз заседал здесь Спокойное волевое лицо маршала, его сдвинутые брови Все, кроме, может быть, иностранцев, уже видели несколько раз И при виде этого лица у всех торжественно и сильно забились сердца Маршал подошел к столу, взял папку с текстом капитуляции Просмотрел ее не спеша, всели в ней бумаги И затем сказал, кладя очки на стол и впервые осмотрев присутствующих Я предлагаю приступить к работе И пригласить сюда уполномоченных верховного главнокомандования германской армии И при слове «главнокомандование» такая ненависть прозвучала в его голосе И отразилось в его лице, что все поняли, как надоело И как глубоко противно ему это немецкое главнокомандование Что на него и смотреть не хочется Вся стая осветительных аппаратов устремилась на маршала Необыкновенно резки стали тени и выпуклые очертания людей, столов, стульев Под этим светом люстры, на которых тоже горели лампочки Превратились в какую-то слабую узорную пелену Свет, блестя и переливаясь золотым облаком Вырвался через окна наружу под темно-голубой влажный покров неба Наступила полночь Берлин затих Затих и весь мир И, кажется, все глаза земли устремлены на этот блеск Льющийся из окон и золотящей дорогу деревья углы домов Германия опускала флаг фашистской империи Из узкой комнаты перед залом послышались по ковру какие-то постукивания Точно кто-то шел слабо через силу подпрыгивая Это приближались фельдмаршал Вильгельм Кейтель и его генералы В дверях показались фуражки немецких офицеров Похожие на богато разукрашенные с приподнятыми луками азиатские седла Затем засверкали сапоги И Кейтель, рукою в перчатке, отдал честь Ему не ответили Он перевел взор на стулья перед столом, за которым должна была сидеть германская делегация Немцев было не менее пятнадцати, а стульев три Три фашистских генерала По слабости здоровья они по почтению к ним могли сесть А остальные... Хорошо еще то, что они имеют возможность стоять Когда, по совести говоря, им давно надо было лежать в могиле Фельдмаршал Кейтель глядел на эти три стула невооруженным глазом Затем вставил монокль, единственное окошечко, еще не выбитое нашими орудийными залпами Из штаба германского главнокомандования Но и через стеклышко монокля он видел только три стула Бледный, с передергивающимся лицом, он опустился на стул И, опершись рукой в перчатке о колено, стал ждать, когда ему подадут текст акта капитуляции Позади фельдмаршала стояли генералы и полковники фашистской армии Стояли, вытянувшись, грудь вперед, руки по швам Им казалось, что они еще идут впереди немецкой армии Но армия покорно воткнула штыки в землю и повесила на ружье свои каски И как ландкарта является географическим изображением страны, ее чертежом Так и лица фашистских офицеров, приехавших подписывать акт капитуляции Являли собой психологический чертеж их страны Внешне немецкие офицеры, сопровождавшие своего фельдмаршала Оказывали ему знаки величайшего внимания Но внутренне, каждый по-своему, они презирали его за то, что они находятся здесь И они винили фельдмаршала и всех стоящих выше в поражении Как и винили всех, кто стоял ниже их по чину Они не винили только себя То, что они убивали безвинных, жгли города Мучили людей в концлагерях, пытали, изобретали всяческие чудовищные машины для уничтожения людей Об этом никто из них не думал И никто в этом не раскаивался На словах, впрочем, они хотели казаться грудою песка, механически насыпанного фашистской лопатой Но на самом деле это был конгломерат, называемый германским генеральным штабом Конгломерат, сцементированный ненавистью к человечеству и свободе И как легко прочитать ландкарту Так же легко читали самые затаенные мысли этих немецких офицеров Они ждали, когда им поднесут папки с текстом акта капитуляции Но внезапно в зале из-под свешивающихся со стен четырех знамен союзных наций Раздался спокойный и презрительный голос маршала Жукова Германская делегация подойдет вон туда И подпишет акт безоговорочной капитуляции Была полночь с небольшим количеством минут Фильдмаршал Кейтель посмотрел на маленький столик, чуть прикасавшийся к столу президиума Этого столика раньше никто не замечал Столик был вроде тех, которые стоят где-нибудь в прихожей И на которых слуга расписывается в получении пакета Лысый немецкий адмирал, сидевший рядом с фильдмаршалом, закатил глаза и сделал скорбное лицо Фильдмаршал вытер потные вздрагивающие щеки рукою в темно-синей лайковой перчатке Поправил воротник, оглянулся, съежился и взгляд у него стал растерянным Он подошел к маленькому столику, вынул свое вечное перо Ибо другое перо может лежать у них в музее, а это перо, возможно, останется у него Размашисто подмахнул акт капитуляции Захлопнулись папки Акт безоговорочной капитуляции подписан Не было ни слов прокурора, ни речей подсудимого Но суд истории, строгий, нелицеприятный суд, свершился Еще потрескивали киноаппараты, как бы простреливая последние штрихи истории Но уже по залу несся глубокий голос маршала Германская делегация может быть свободна Фильдмаршал Кейтель делает рукой в темно-синей лайковой перчатке прощальный жест Ему никто не отвечает, как не ответили ему и тогда, когда он вошел И он своей слегка порхающей походкой выскакивает из зала Маршал Жуков поздравляет присутствующих с победой И выходит в соседнюю узкую, засланную коврами комнату Здесь, разминая ноги, заложив руки за спину Он смотрит на генерал-полковника Чайкова И говорит ему, шутя А что же теперь нам делать, Василий Иванович? Земледельем заняться, что ли? 24 июня 1945 года Красная площадь Оставалось несколько минут до начала парада Построены войска Неподвижно замерли знамена возле каждого сводного полка Деловито в своих парадных мундирах С боевыми орденами, знаками торжества и победы Ходят вдоль рядов генералы, вглядываясь в лица солдат Вот генерал-полковник Чайков Генералы Ражников, Кочергин, Бурсаков Фуражки, шлемы летчиков Каски с висячими каплями дождя Отбрасывали фосфорический отблеск На серебристо-золотые дорожки песка Пересекающие обширное поле площади Небо облачно наполнено влагой Она льется на священные поля наши, торопя урожай Но что поделаешь, если дождь И примиренно глядишь на рассыпчатое серебро в лужицах По которым шагают люди Люди, люди победы Глядишь и не наглядишься в их ласковые мягкие лица В лица солдат, прямо смотрящих на кремлевские стены На мавзолей, на глубоко любимое слово Пересекающее камень Ленин На багрянец нашего флага Что расплеснулся за стенами Кремля Прекрасна ты жизнь И ничего мы на свете так не любим Как жизнь Равнение на средину Оркестры вскидывают долгожданный марш Красиво катится он по Красной площади И под звуки его белый конь под синим чепраком Скачет от Спасской башни Маршал Жуков, трижды герой Советского Союза Едет принимать парад Вороной конь под пунцовым чепраком Скачет к нему навстречу Маршал Рокоссовский, дважды герой Советского Союза Командующий парадом Едет с рапортом Они объезжают войска И пышная, стройная, залихватская русская Ура сопровождает их Казалось, войска только и ждали Возможности закричать это ура Выразить в нем тот острый восторг Который они испытывают То чувство святое и чистое, что заполняет их сердца Ту радость, которой светятся их глаза Излучистая, как река Могучая и мощная, как мысль Многозвучная и многорадостная, как жизнь И неизбежная, как наша победа Несется это ура над Красной площадью Над прилегающими улицами Несется над всем миром Несется, как блестящий символ Нашего счастья и торжества С восхищением слушают это ура трибуны Мавзолей Все, кто слышит его Слушают и видят что-то далекое И вместе с тем близкое Видят свою жизнь Видят новые города, заводы, дороги, машины Видят лучистые и мерцающие зорницы грядущего И хотя ура уже затихло Но кажется, что оно гремит Даже тогда, когда маршал Жуков Произносит свою речь о победе О том, как создавалась она И как осуществлялась Ура встает во весь свой горячий и жаркий Как лето рост И палящим знойным жаром Обжигает сердца И так понятна и близка страсть Звенящая в голосе бойцов и офицер И понятны слезы восторга Которые дрожат на лицах этих суровых бойцов Слезы, которые невольно переходят И на твое лицо Словно камни какого-то грандиозного здания Ложатся один за другим Залпы торжественного артиллерийского салюта И жгучей, жаркой молнией Прорезает этот салют Свободный и сильный гимн Советского Союза 1400 человек оркестра исполняет его А затем беспокойный молодой звук трубы Дает сигнал к торжественному маршу И под жемчужную трель барабана Под голубые звуки литавр Двинулись сводные полки героев Идет парад победы Раздольный и размашистый барабанный бой Звучит особенно сладостно и огненно 200 бойцов 200 героев под этот звонкий голосистый бой Несут поверженные знамена По шелку и атласу вышиты мрачные знаки Знаки насилия, высокомерия, тупости Это эмблемы фашизма, свастика Эмблемы гитлеровской Германии Те эмблемы, которые хотели вечно нависать над миром Среди этих знамен знамя людоеда, тупого крикуна Личный штандарт Гитлера И многие из этих знамен были завоеваны при взятии Берлина И ныне эти знамена Фашистская Германия Идут и идут сводные полки Когда они равняются с мавзолеем Сабли офицеров, весело отливая голубым, поднимаются в воздух Штыки солдат приобретают какую-то особенную четкость И кажется, что сердца перелились в блеск сабель и сияние этих штыков И слышится в их шаге, в блеске их оружия В каждом их движении безмерная и благоуханная радость победы Безмерная слава нашей жизни Слава нашего Отечества Нашей советской страны Слава нашего Отечества